Здравствуйте, я Наиля Берарова, социальный психолог. Ну, как я вижу ситуацию после пандемии? Как я вижу вообще картинку после нашего карантина, самоизоляции? Безусловно, наш русский дух это закалит. Безусловно, нам это принесет определенные бонусы и в саморазвитии, и в отношениях в семье. Потому что, если мы раньше не уделяли внимания своим близким, если мы раньше не акцентировали внимание на своих детях, на своих партнерах, супругах, то сейчас появилось то самое время, которое мы можем уделить и своей семье, и своим детям, и даже себе. Те книги, которые мы не успели прочитать, те фильмы, которые мы не успели просмотреть, дадут нам внутренний рост, дадут нам духовный подъем, и дадут нам силы для реализации дальше, после выхода из карантина. В любом случае, изменения в Конституции были, есть и будут. Мы на это физически никак повлиять не можем. Мы можем только это принять и впустить в свою жизнь. Это как серфингист, который попадает под волну. Здесь его право выбора. Либо он отдается волне и плывет вместе с ее течением, либо он сопротивляется этой волне, и волна таки его накрывает. И он погибает, потому что волна его может погубить. Поэтому здесь выбор просто наш осознанный выбор ума. Мы отдаемся этим событиям, мы соглашаемся быть в потоке, потому что это наша сторона, это выбор наших правителей, и это наш выбор. Или мы будем сопротивляться, позволяя этой волне себя погубить. Я призываю за то, что любые внешние обстоятельства способствуют нашему росту и развитию. И все, что происходит вовне, служит благом и моей душе, и моему разуму. Поэтому если мы будем пропагандировать принятие и благодарность, это, безусловно, даст лучший результат, чем сопротивление и то же самое непринятие. Поэтому не нужно переживать за конституцию. Мы справимся в любых условиях. Наши бабушки выжили в период войны. Наши бабушки выживали, когда не было еды, когда не было крыши над головой. Неужели мы не сможем какие-то там поправки в конституции пережить? Но это смешно. Мы очень сильные, очень сильные, духом мощные люди, которые справятся с любой поправкой в конституции.